Девушки отдыхают 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 Не бой, не бой пока. Там у тебя, когда ты в голову уходишь, и у тебя попадает на диапазон, на твой, то есть она переходная, у тебя нечем опереть. Низка для тебя. Сейчас пробуем, для того, чтобы типа накинуло звук, чтобы наперся лучше. Тогда голова будет звучать. Если кто-то, наверное, степело в голове, сейчас будет то же самое. Нам рог лучше должно быть. Все, приготовьтесь, поем. Я рисую, я иду вперед. Я не дала, что здесь была вчера. Я научилась быть милей. Я просто стала сильней. Я просто стала сильней. Я просто стала сильней. Я просто стала сильней. По тональности все прекрасно. А где должна была быть голова, где им не было, да? Ты спела грудным регистром все сейчас. Сама-то заметила? Сейчас начала, то есть афонально начала, то есть это все было сейчас, шарко. Все было хорошо, но я хочу спросить опять, Влада, кому ты поешь? Ты стала сильнее, ты мышцам рассказываешь? Куда ты смотришь? Ты хочешь нас, Степана Сильевичем, убедить в том, что ты стала сильнее? Ты меня не убеждаешь совершенно. Но в этой тональности звук у тебя лучше. С вами, Витя, чего не согласны? Да, да. Он лучше был у тебя. Лучше. Потом, почему? Опа, 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 опа. Почему они не раскатываются? Тебе только что сказалось, что ты подносились. Почему ты не болтеешь от этого? Опа, опа. Они должны сыграть. Эти нотки, они должны сыграть. И все это есть в твоем характере. Мышцам рассказываешь, что ты стала сильнее. Куда ты смотришь опять? Ты должна нас убедить в том, что ты стала сильнее. Потом смотри, у тебя, ты микрофон, ты спела, потому что так у тебя там по тексту, да, ты спела, микрофон убрала, ждешь. Опять спела, микрофон убрала, ждешь. Выпад сразу идет, выпад из образа. Ты улавливаешь, что я говорю? Ты же спела вот там вот эти кусочки. Если ты не можешь держать образ, воркуй, значит там еще. Ты что-то добавляй тогда. Помоги себе, если ты эти паузы не можешь отыграть. Образ, то есть не держишь. Дед, тебе еще пока сложно в своем возрасте. Значит, что-то ворка добавляй. Еще раз в этой тональности, поехали. Никуда не смотрим в пол. Нам доказываем. Опустила руку. Еще в такое вступление. Спокойно ходим. Да, Ирина, я вам сейчас спою про то, что я стала сильней. Не заметно день, за днем идет. Ладно, микрофон, так еще давай. И Степанович, что расскажи. Я рисую, я иду вперед. Смотри, микрофон, еще ближе. Я не так, что стресс была вчера. А какая ты? Я научилась быть сильней. Да? Эй, 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 я просто стала сильней. В чем? Так, ну это ваше баловане. Стоп, 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 стоп. Ты понимаешь, вот все вот эти... Да что ж такое с вашими там эти... Ты понимаешь, Влад, ты рассказываешь историю. Я вчера была вот такая, меня вчера там обидели, я там что-то как-то не справилась со своими эмоциями. А сегодня я стала сильней. И ты нам рассказываешь, ты сильнее стала в духе не потому, что ты там научилась кому-то в лоб давать. Пошла там, покачалась в спортзал, все. А я стала действительно сильнее. Я стала сильнее, я стала... Вчера я плакала над тем, что меня обидели. А сегодня я не плачу. Ну что меня обидели? Ты должна обязательно придумать историю. А что случилось вообще? Что вчера было и что сейчас? Обязательно. Еще разок. Вот твоя сцена, все вообще двигайся, ты же... Такая девочка подвижная, ничего не понимаю. С этими столбиками все. Поем еще разок. Делайте так, чтобы не отключалось. Что это такое? Вот так это... Она что ли за? Ой, я не могу с вашими балалайками, нет. Ну, Наталья Викторовна сейчас поставит... Да я сейчас скачаю. Да ну что такое-то, ну Степан? Ну, невозможно же так работать. Все, все, скачалась, уже песня, все, сейчас запустится без тормозов. Ну, это же, разве можно так работать вообще? Я ничего не понимаю. Вы мне все говорите, да приобретите телефон. Вот ваши телефоны, вот ваши балалайки, с которыми ничего невозможно совершенно включать. Я вот таскаю за собой компьютер, зато я знаю, что я включила и все работает. Никаких не должно быть пустот. В песне не бывает пустот. Или думай, о чем ты поешь вообще. Класс играть должен, звенеть должен, светить должен. Я другая. Я совсем другая, не та, что вчера. Сейчас я вам расскажу. Ну-ка давайте еще разок, стоп. А зачем ты, Влада, зачем ты рвешь? Незаметно день за днем плывешь. А зачем ты отрываешь? День за днем... Что-то там она рвет, по-моему. Ты зачем ее рвешь? Ну-ка спой сейчас просто микрофон. Незаметно день за днем идет. Она вдыхает там что-то. А зачем ты делаешь до? Незаметно день за днем идет. Спойлер о том дыхание. Незаметно день за днем идет. Так, все это было сейчас низко, по интонации. Слышала сама? А сейчас, пожалуйста, дыхание, ты поняла, что ему хватает? А вот теперь сделай это, что... Незаметно день за днем плывет. Вот у тебя на день, у тебя на букве Е, вот это на день за днем. Вот ты должна ее немножечко развить. Ну день как вот, у нас рассвет, и вот солнышко поднимается, 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 оно же поднимается. Оно же не стоит на одном уровне. Вот у тебя должна так же динамика. День-то идет. Ну-ка давай еще разок. Незаметно день за днем идет. Не рви. Еще. Незаметно день за днем идет. Другое дело, вы слышали? Ты слышала сама себя? Рвать нельзя. Дневник на стол. Записывать. Прямо сейчас все записывает. Это сейчас уже, понимаешь, человек заучил. Глава, ты сколько ее поешь? Немного раза два где-то. Ну то есть она уже успела, понимаешь, вложить в себе эту информацию, и уже по памяти физического действия она уже рвет. Открывай и пиши. Фразу день за днем. Петь на одном дыхании. Записывай дневник. Все включаем. А там что-то места нету на букетах. Я сейчас найду, где записать. Что это у вас места нет? Вот строчечки. Показывай где. Так. Ручку надо для специальности. Что там для специальности? Белые листья, что ли, для специальности? У нас полный щелкали за вот это. Что? Ничего не написано. Ни здрасте, ни до свидания, ни число. То есть учителя, что ли, пишут? Одни пятерки. Одни пятерки у ребенка. Везде одни пятерки. Отличница. А тут что? Очень плохо. Кто написал? Учительный запомнил Тубяна. Я тогда, мы на прошлом уроке отбирали песню. Я в следующий урок ее плохо разобрала. Ну так безобразие. Давай ручку. Быстро. Нет ручки? Вроде бы нет. Так, Степан, я не могу. Мне тяжело подняться. Вон у меня под моей шубой. Давай ручку быстро. И работаем, и сразу все записываем. Влада, ведь я тебе на предыдущем уроке сказала, где текст. Ты помнишь? Текст есть. У тебя есть напечатанный текст? Да. Давай сюда. Так, а зачем тогда дневник? В дневнике просто оценку. Я-то думала, ты текст не взяла. Молодец. Степан Васильевич, требовать текст. Требовать текст. Без текста вообще не работает. Сейчас текст его так обвели. И написали сбоку. Петь на одном дыхании. Все? Он у меня, правда, небольшой. Это ничего страшного. Все. Обводи, пожалуйста. Петь на... И вот здесь пишем задание. Петь на одном дыхании. Влада, микрофон. Ой, берем. Включайте фонограмму. Ты поняла? И обязательно у тебя... У тебя должно быть солнце. Споет. День идет. Здесь вот петь на одном дыхании. Чего держишь микрофон? Успеешь, что его подняет? Чего он такое-то? Незаметно день за днем идет. Другое дело. Я рисую, я иду вперед. Стоп. Теперь смотри еще один момент, который у тебя везде и всегда. Я просто делаю вот тут вот прямо тоже писать ей. Не готовить артикуляцию раньше времени. Что ты делаешь? Смотри, сейчас я тебе показываю. Незаметно день за днем плывет. А ты понимаешь, что ты делаешь? Это выглядит карикатурно. Ты раньше времени готовишь артикуляцию. Зачем? Будет день, будет пища. Солнце встанет, ты проснешься, пойдешь дальше жить, учиться там играть и так далее. Интонация не точная, потому что ты что? Не развиваешь ноточку. Ты не опираешь звук. Не допираешь. Вторая фраза тоже должна развиваться динамически. Пишем, все вот здесь вот пишем. Все, о чем говорим. Поем? Не зависит. Все, нет, за никаких слогов. Опускаем руку. Все, думаем о том, что включает мой шпей. Незаметно день за днем идет. Я рисую, я иду вперед. Я не так, что здесь была вчера. Я научилась быть сильней. Я научилась быть сильней. Я не точно не была. Я просто стала сильней. Стала сильней. Молодец, хорошо. Но там что было с интонацией? Вот эта трочка, она прям проблемная. Вы на ней работали, да? Ну, она одни знает, да, мы работали на одни. Ну, ты не знаешь, какие там были. Я научилась быть сильней. Так надо сыграешь. Вот потому у нас и два по фортепиано. Ты ее играла эту фразу? Я научилась быть сильней, что смелей, что... Я не понимаю. Я эту песню первый раз слышу. Я и сейчас не понимаю, что вы поете. В общем, здесь вот пиши напротив, выверить ноты. Она должна сидеть в дом и выходить. Иначе напишут на экзамене фальш. Поем. Лови, 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 лови. Лови. Сейчас начнется. Сначала. Попробуй, низко. Ты же слышишь, вон ты незаметно в день. Я рисую, я иду вперед. Ничего не рви. Я видала, что здесь была вчера, Олег. Я научилась быть сильней. Пойду и правильно. Эй, 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 эй. Я просто стала сильней. Я просто стала сильней. Я просто стала сильней. Эй, 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 эй. Стала сильней. На паузу. На паузу. Так, вот смотри. Ты идешь там на глиссандре наверх. Но ты не достигаешь в гармонии той ноты, которой нужно. Тогда смотри. Ну, хорошо. Ну, ты решила не доехать, может быть. Но тогда нужно. Эй, эй, эй. Тогда нужно вернуться к предыдущему, с которой ты стартовала. Но немножко решила прокатиться. Покаталась и вернулась назад. Но это нужно тогда показательно сделать. А так получается, что у тебя порыв есть. Он хороший. Мы приветствуем эти вещи, ты молодец. Хотя наверняка там в оригинале такое, да? В оригинале? Ну, идут там наверх? Ну, так. Тоже так? Не до конца доезжают? Нет, там четко доезжают. Там четко доезжают. Так вот ты понимаешь, что ты должна либо... То есть ты можешь уйти же через носоглотку, можешь уйти в головной регистр. Если хочешь, ты же в свистульный регистр можешь. В свист уйти и вернуться. Это твое личное дело. Но сейчас это было фальшь. Поняла, о чем выречь? То есть это место нужно сделать, чтобы оно было вкусное и красивое. С паузы снимаем, лови. На чем восстановились? Поймем дальше. Так, атактик! Каждая громче, громче! Ветер словно ток по проводам. Стоп! Здесь то же самое. Ветер словно ток по проводам. Что там все делить-то? Все округлить, петь на одном дыхании. Еще вот такой момент, понимаешь? Ты это все делишь, ты себе усложняешь какую... Ты ставишь себе проблему, интонационную проблему. Каждый раз, когда ты фразу рвешь, ты падаешь из позиции, и ты поешь не точно по интонации. Ветер словно ток. У тебя и ток, и по проводам у тебя было совершенно не точно по интонации. Но пусть они будут цель. Ветер словно ток по проводам. Можно и вот так спеть. Ритмически можно. Изменить как угодно. Не так, как там поют в оригинале. Вообще забыть, как поют, не слушать оригинал. Слушать только минусовки. И петь так, как поет Владислава Зотова. Интересно и вкусно. Включаем второй куплет. Чуть пораньше. С первой польжи. Запевай! Ветер словно топ по проводам. А почему? Почему? Вот скажите. Вот тоже так. Ток. Вот смотри. Ветер словно топ по проводам. Вот скажи, пожалуйста. Ток. Степан Васильевич. Что такое ток? Ток это электричество. Вот именно. Ток дает. Свет это электричество. Тока можно убить человека. Человек погибает, если нарисована. через вода проводит ток и если человек стоит в луже и все, человек может умереть, фены там всевозможные, нельзя вообще, нужно осторожно, а у тебя ток, молодец Типанас Симович, мы мысли на одной волне, я думаю, что так это, словно ток. А ну вспомнил этот куплет, микрофон сейчас? А подальше, подальше микрофон убери, зачем он тебе вообще нужен, может ты без него будешь петь? Влада. Я тебе все время делаю замечание, ближе микрофон, тебя не слышно. Ветер, ветер, горизонтальное, ветер, туда же, ветер, но нету ни сона, ветер, словно ток по проводам, вот выворни ее вот этот ток, ветер, словно ток по проводам. По крайней мере, до тока мы уже, мы уже, по крайней мере, услышали. И нота не криминальная. Влад, тебе не стыдно, что ты не можешь оберег, фанец, поем, в микрофон без фонограммы. Ветер, словно ток по проводам. Не, 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 сразу уже, с первого звука не топ, я. Ветер, словно ток по проводам. Ты знаешь, о чем поешь? Я купила красивую блузку. Ты вот о чем поешь нам. Не о ветре, который словно ток по проводам. Ветер, словно ток по проводам. Не доставай, но ток по проводам. Скажи, скажи, ветер, ветер, микрофон, микрофон все говорит. Ветер. Ветер, а увереннее? Ветер. Как будто ты объясняешь, а что это такое? Ты говоришь, ветер. Ветер? Не, не, нет, 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 ветер. А ветер. Ветер? Да, вот, ветер, словно ток по проводам. Вот расскажи мне еще что-то. Ветер, словно ток по проводам. Ну хорошо, пусть она в гопников поиграет, вы не понимаете. Ветер, словно ток по проводам. Да, вот так и сделаем. Ну вот сделай так. Ветер, словно ток по проводам. Вот так и поем. Если тебе это поможет, пой так. Представляй это. Только более связано просто. Ветер это словно ток по проводам. Просто слышать смесь. Не хватает образа, не хватает. Ты не понимаешь просто до конца чего. Набивай. Ветер словно ток по проводам. Ток по проводам. Туда же. Влада падает интонация, потому что ты теряешь позицию. Попровода. Все. Не нравится Степана Васильевичу. Еще раз. Ты микрофон ближе сделал, во-первых, это все. И вот спой сейчас ветер словно. Ветер. Нет, все низко, опять без характера. Ветер словно ток по проводам. А куда вдохнуло? Куда вдохнуло? Я не вдохнула. Нет опоры. Так. 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 Вот у нас в чем дело. Куда вдохнуло? Говорит, я не вдыхала. Ты рвешь фразу. Так вдохнула. Ты как-то уже незаметно ее. Как-то там половина рвет, половина рвет, не рвет. То есть понимаешь, твоя физическая память хочет ее порвать. А новая Владислава, которой сказали дяденька с тетенькой, сказали, не рвать. Учителя тут сидят, тебе говорят, не рвать. А физика твоя рвет. И получается что-то между непонятное. Еще раз. Так вдохни. Ветер словно ток по проводам. Отпеть через нос. Отпеть через нос вдохни. Ветер словно ток по проводам. Тааааак. Она должна встать, понимаешь? Нога должна встать на тон. Звук встать не может. Потому что звук все время в действии. То есть мы не ставим звук. Мы ставим на определенный тон звук. Вот ему лучше достичь. Как ногу поднимаем на ступеньку? Когда в подъезде поднимаемся. Мы не можем между двух ступенек в этот бетон подкнуть ногу. А ты впекаешься к системе. Ногу над Branch. чтобы поднять повыше ногу, чтобы поставить ногу на ступеньку. Вот теперь сделай еще раз. Ветер словно ток по проводам. Сейчас было хорошо, чисто было. Но последнюю нотку, Влад. Ток по проводам. Туда же ее. Ветер словно. Погиб. Мы просто уехали. Ветер словно ток по проводам. Удержи ее. Влад, смотри еще момент. Мы с тобой работали. Вот держи сейчас ступо. Просто воткни ее вот так. И не развивай. Потом растащишь. Держи ноту. Да. Смотри у тебя, смотри у тебя артикуляции. Да. 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 Держи. Нет, она уже уползла. Держи одну громкость и одно давление. Да. Ага, видишь, что я сделала? Громкость увеличила и под... Ты сейчас... А, надо остаться на одну тонну. На одну. Еще раз. Да. Вот не завышай, не на... Не на маленько. Чуть-чуть пошла, потом опять выровнялась. До вибрации нужно. Да. И сбросить. Да. Да. По крайней мере, было чисто. Ты не можешь делать сразу это фортиссимо, иначе никуда ехать. Ехать некуда. У тебя дорога сразу куда привела? Тупик. Все. Дальше дороги нет. А звуку некуда дальше развиваться. Давайте с фонограммой еще раз. Соберись, соберись. Отсюда же? Да. Вот второй куплет. У тебя все это не головной, а грудной регистр. Ты сейчас нам что спела, Санкт-Петербург, я свою свободу люблю? Я свою свободу... Вообще уехала. Вообще ни характера, ничего. Ты свою свободу не отдашь! Ну-ка, откликай себя отсюда. Да я вам свою свободу не отдам! Я свою свободу не отдам! Вот так и пой! Никаких голов там у тебя нормально. Все ты в своем регистре в нормальном грудном споешь. Пойдем еще раз второй куплет. Да, спой, короче, вот так же как и первый куплет. Конечно! Хорошая последняя нотка была, отличная! И я свою свободу не отдам! Не, я тоже самое, без этого, без вот этого. А, просто? Просто. Не отдам! Не отдам! Ну-ка, сбегай туда. Не отдам! А если быстрее? Не отдам! Не отдам! Во-первых, ты убедилась, что это грудной регистр, а не голова. Не отдам! Спой здесь. Не отдам! Не отдам! Не отдам! Можешь так спеть? Там наверху уходили в первом куплете? Не. Ну, я имею в виду, спасли. Внизу было? Не, в первом куплете. Внизу было? В первую свободу не отдам. Не отдам. Да, там вот так. Не отдам. Ну, то есть, а в первом куплете как было? Вот, было вниз. Вниз было. А, тогда, конечно, не отдам. Но оно и по логике так. Хочешь туда, хочешь сюда, короче, как по твоей, по твоему характеру. И не слушай, кто как поет там, в оригинале. Пойдем с фонограммой. И смело. Да. Ветер слона топ по проводам. Да. Я свою свободу не отдам. Ой, е-е-е-е. Бывай мог. Да. Зато меня вперед уходит. Степан, ты сейчас будет? Теперь все это ясно мне. что ж там с этой фразой делать никакой там нет никого тона теперь теперь все ясно выбор мой зовет меня вперед да или что я научилась петь милей там опять мелодия мелодия неточная вообще не точно понимаешь о какой строчке мы говорим она так и гуляет вот она гуляет и все выбор мой зачем söyle сбрасываешь выбор вот Завел меня вперед Дальше Теперь все это Вот это, теперь все это Вот эта нота Да, да, да Теперь все это, Лена Нойф Теперь Сейчас поднимем еще на полтуна Теперь все это Нет, не надо твердого так Теперь все это Теперь все это Теперь все это, ясно? Вообще уехала Просто ставь Эта нота Первая песня слышал Съехала Съехала конечно Нужно что сделать Нижнюю нотку как поем Сейчас на оценку дневник открываю Сейчас она будет отвечать на теорию Как мы поем нижнюю ноту Чтобы она была у тебя точная Слышишь Так хорошо Опоре чтоб включиться Что ей должно помочь Чтобы эту нотку удержать на верном тоне нижнюю нотку дыхание так хорошо дыхание а как сделать ее светлой чтобы звук натянуть она низкая что помогает характер выражения выражение чего лица так а лицо это что часть да да но она играет в результате возникает что правильно у тебя должна быть соответствующая мимика мимика споешь она провалится вниз значит что вы должны уйти куда наверх горизонт и тогда позиция будет выше ты получишь себе ты поможешь себе на на смотри Я ничего не сделала. И вот та же нота. Какая это нота? Ля. Запишите, пожалуйста, у тебя в дневник едет этот ход. Иди сюда. Иди сюда и играй. Подойди, помоги. У меня шея налево не поворачивается. Подбери, пожалуйста, этот ход. Записать эти ноты нужно. Все-все-все правильно. Играю еще раз и поем со словами. Зачем? Смотри, что ты делаешь. Теперь все Э. Зачем твердое? Теперь все Э, все Э. Понял. Все Э. Все Э. Все Э. Вот и все. Теперь все Э. Ясно. Знам. 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 Запиши в дневнике. Или сюда и играй. Запиши этот ход. Ля-ля-си. Мир и ле-де-с. Запомнила этот ход? Дома вот так и петь. С фонограммой поем. Знам. Знам. Поехали. И высота. Горизонтальная. Споем еще раз микрофончик без сна. Теперь все Э. Это ясно мне. Почти. Что не получилось? Какой нотки? Теперь все Э. Это. То есть так тоже провалила. Теперь все Э. Это ясно мне. Теперь все Э. Это ясно мне. Это ясно мне. Лучше. Но я бы еще сделала такой вариант. Я бы все-таки попила в этот анализ и еще на полтона ей подняла. Попробовала бы. Сейчас пойте в этой. Пою. Горизонтальная. Второй буклет. Второй буклет. Все равно не верю тебе. Так. Так. Я свою свободу не отдам. Давай еще раз. Ну не верю я тебе. Ладно. Не верю. Так. Поп. Ты ток снимаешь то что Степан Васильевич сказал. Что он говорит. Я не понимаю что она делает. Она не берет там дыхание. Но ты снимаешь звук. И ты как будто ставишь закрытую цезуру. Ток. Поправо. Да. Вот что ты делаешь. Ток. Поправо. Да. А почему ты не растягиваешь букву О. Ток. Поп. Ток. Поп. Ты это время то потравил на то чтобы О распеть. Тогда Кау идет в букву П дальше. Ток. Поправо. Да. Когда уж он блин! Ток,